Программа для расчёта трансформаторов показала нам, что в первичной обмотке мы должны иметь 36 витков провода с эффективным диаметром 0,35-0,45 и даже по миллиметрам Я уже чуток опередил события, поэтому взял и намотал несколько витков первичной обмотки. Для начала хочу вам пояснить принцип намотки. Это очень важный факт, и именно, думаю, открою секрет, именно из-за неправильной намотки не работает большая часть схем на этой основе. Почему не работает, поскольку обмотка должна мотаться не так, как кажется. Наверняка все разбирали компьютерный блок питания, разбирали трансформатор и видели, как намотана первичная листевая обмотка. На самом деле, в полумостовой схеме, с первого взгляда, кажется, что обмотка одна, как в нашем случае, по 36 витков указанного провода, но обмотку мы должны намотать не просто взять и мотать на голом каркасе 36 витков, сделать выводы и подключить к схеме. Нет. На самом деле, мы должны собрать одну целую обмотку из двух полуобмоток. Вот для демонстрации я намотал сверху вниз, взял провод в полмиллиметра, ну, 0,45 где-то, и намотал 18 витков. Дальше провод свернул и вынул с этой вот сверхушки. На каркасе предусмотрено соответствующее окошко. Дальше всё это дело изолировал с помощью скотча, который был на предыдущем видеоролике. Это высоковольтный скотч, но можно абсолютно любым изоляционным материалом, поскольку напряжение тут некритически высокое, поэтому можно даже и не изолировать лаковое покрытие провода выдерживает вполне такое напряжение. Ну, на всякий случай, я поставил изоляцию. То есть, мы имеем тут обмотку из 18 витков. Дальше, что мы делаем? Давайте поступим так, как было в компьютерном блоке питания. С этой схемой отлично стыкуется трансформатор от компьютерного блока питания. Не наблюдается никаких сбоев в работе. При самодельном трансформаторе сразу же схема работает не так, как нужно. И, как я уже сказал, проблема именно с намоткой. Мотали мы, намотали точнее 18 витков. Поверх поставили изоляцию. В том же направлении будем мотать вторичную обмотку и поставить ещё одну изоляцию. Поверх вторички мотаем вторую часть первичной обмотки. Иными словами, у нас есть две полуобмотки из первичной обмотки, между которыми у нас находится вторичная обмотка, рассчитанная на двухполярные 20 вольт. Намотку вторичной обмотки буду делать проводом в полмиллиметра. Четыре жилы я взял, заранее уже длину, поскольку программа нам выдала 6 витков для 20 вольт, я намотал, взял точнее 4 провода. Длина подходящая для нас, то есть можно намотать без проблем 6 витков. Как делаем намотку? Намотку делаем точностью в одинаковом направлении, при противоположном направлении у нас не будет работать. То есть у нас есть вот такая намоточка, то есть справа идёт намотка. Точно так ставим вот нашу полуобмотку, вторичную обмотку, простите, с крайнего окна и оставляем вот тут где-то пару сантиметров, ну можно один, можно два сантиметра и мотаем сразу четырьмя шинами, почему четырьмя сейчас будет в конце понятно вам. Мотаем всего 6 витков, ну поскольку это импульсная схема, такое количество витков вполне хватит для получения указанных 20 вольт при нужном токе. Ну стараемся максимально ровно мотать сразу четырьмя жилами. Дополнительно вторую полуобмотку для получения двухполярного напряжения нам не нужно мотать, поскольку я взял неспроста четыре жилы именно. Две жилы будут спараллелены и мы в итоге получим две полуобмотки из двух жил, которые нам будет нужно соединить последовательно, чтобы получить средний вывод, который нам необходим для получения двухполярного напряжения. раз, два, я даже запутался сколько намотал, пять, ну давайте сделаем 6,5 на всякий случай, если что. Всё, у нас всё готово, сейчас я переключусь, поставлю изоляцию, продолжим намотку. Ну вот, я поставил изоляцию с помощью вот такой изоленты со стекловолокном. Итак, смотрите, что я сделал. Мы вынули первый вывод вторичной обмотки, второй вывод, который был вынут с той же части, то есть сбоку, свернул вот просто в конце намотки провод и вывел. Дальше следует вот закрыть вот это место вывода той же самой изолентой, как уже сказал, изолента не принципиальна. В итоге мы получили две обмотки, то есть одна половина первичной обмотки и целиком вторичную обмотку намотали в том же направлении. И сейчас нужно поверх этой обмотки мотать вторую половину вторичной обмотки. Для этого нужно использовать точно такой же провод 0,45 мм и мотать абсолютно в том же направлении. Что мы делаем? Вот эта точка у нас будет, то есть две полуобмотки будут стыкованы вместе и у нас это будет просто мёртвый провод, как бы там мёртвый вывод, который не будет использоваться. Взамен будут использоваться две крайние. Но прежде нам нужно будет фазировать эту обмотку. Зачем такая процедура, вы скажете, если вот можно просто взять и мотать 36 витков заданные? Я повторю, что в компьютерных блоках питания не зря мотают именно так. И практика показывает, что именно такой вид намотки наиболее лучший. Никаких перегревов схемы в целом, никаких перебоев в работе не наблюдается, если трансформатор намотан по такому принципу. Это касается, кстати, не только этой схеме, но и всех импульсных источников питания. Если обмотка намотана таким образом, то наилучше распределяется магнитное поле по трансформатору. И мы получаем эффективный трансформатор с высоким КПД. Точно по такому принципу. Мотаем эту обмотку. Количество одинаковое – 18 витков сверху. Вниз мы должны намотать, сделать отвод точно такой и произолировать или нет, смотря что вам нужно в итоге получить. Но на всякий случай лучше изолировать. Если, кстати, вы планируете мотать дополнительную обмотку, скажем, для питания какого-то фильтра или эквалайзера, то можно, нужно, конечно, изолировать и поверх уже второй половины обмотки привычной мотать вашу обмотку, которая предназначена для питания, скажем, сабвуферного фильтра низкой частоты и сумматора. А пока я все это намотаю, переключусь на некоторое время и мы продолжим беседовать про трансформатор, установим его на плату и потестируем в конце концов. Возвращаемся к нашей беседе. Итак, я уже трансформатор подготовил, произолировал вот таким образом, использовав обычную изоляционную ленту. Получается что-то наподобие промышленного трансформатора. Поскольку первичную сетевую обмотку я уже сфазировал и забыл заснять процесс, то есть, как вы помните, у нас четыре вывода должны были получиться, но, к сожалению, процесс фазировки, как уже сказал, не заснял. Поэтому буду пояснять на основе фазировки вторичной обмотки. Без разницы, они фазируются одинаковым образом. А для начала, что нам нужно? Нам нужно под рукой, во-первых, иметь мультиметр любого типа, даже китайский подойдёт, можно и стрелочный, он нужен нам только для прозвонки. Нужно установить его в режиме прозвонки. Делаем так, чтобы было хорошо видно. Мультиметр имеет световую и звуковую индикацию, так что проблем не будет. Что делаем? Включаем в режиме прозвонки. Дальше у нас четыре вывода, то есть, первичная обмотка имеет четыре вывода. Теперь нам нужно найти концы одной обмотки. Просто ставим один шуб мультиметра на одну из выводов, вторым, по очереди, вот мы нашли обмотку. То есть, этот и этот вывод являются концом одной обмотки. У нас остались два вывода, следовательно, они являются одной обмоткой, второй обмоткой по нашей схеме. Дальше, что нам нужно будет сделать? Дальше нам нужно подключить начало одной обмотки к концу второй, или же наоборот. Для этого просто ищем те провода, которые не прозваниваются между собой, и зафиксируем их вместе для того, чтобы потом запаять. Мультиметр нам больше не нужен, и нужно удалить его. Потом, конечно же, мы вернёмся, и с его помощью будем проверять напряжение на выходе нашего трансформатора, для того, чтобы понять, насколько мы отклонились от расчётов, и какой же точностью у нас плечи получились в итоге. Ну, просто сейчас нам нужно запаять обмотки, и дальше вам, скорее всего, понадобится сетевой шнур с вилочкой на конце, вот такого типа. И лампочка накаливания ватт на 40, 60 и даже 100 можно использовать. У нас есть сетевой вход, то есть, вход 220 вольт на плате, вот он тут. Эти два вывода крайних. Что мы делаем? Последовательно с сетевым проводом, одним из сетевых проводов, подключаем лампу накаливания на указанную мощность. Один конец лампы подключаем напрямую на вход нашей схемы, при этом неважно, на какой из выводов подключить, без разницы, поскольку напряжение у нас переменного номинала. Дальше берём один конец с нашего сетевого шнурка, запаиваем к свободному выводу сетевому, то есть, сетевому входу на нашей плате. Достаточно, опять же, неудобно мне паять, но стараемся как можем. Второй вывод сетевого шнурка, свободный, подключаем к свободному выводу нашей лампы накаливания. При этом мы ничего такого сверхъестественного не сделали, просто подключили нашу лампочку последовательно с сетевым проводом. То есть, напряжение сети проходит через дополнительное сопротивление в виде лампы накаливания. Для чего нужна лампа накаливания? Дело в том, что если у вас возникнут проблемы, короткое замыкание или неисправность в схеме, то лампа накаливания у нас вспыхнет, и со схемой ничего страшного не случится. Таким образом можно избежать взрывающих компонентов, взрывающихся конденсаторов и так далее для дополнительной страховки. Но, конечно же, я все делаю с преобразователем, подключаю, который имеет защиту от перегруза и короткого замыкания. Но можно и таким вот образом использовать лампу накаливания. Что сейчас должно произойти, если мы подключим схему в сеть? Лампа накаливания должна вспыхнуть на одно мгновение. За это время у нас будут заряжаться емкости полумоста. И, следовательно, пусковой ток довольно большой, то есть, лампа накаливания у нас загорится лишь на несколько секунд, то есть, на несколько миллисекунд. Убираем свет, чтобы все это было попонятней. Вспыхнула лампа, все четко видели. Схема подключена в сеть 220 вольт. Так, для того, чтобы проверить, есть ли у нас на выходе напряжение, будьте, кстати, крайне осторожны, поскольку половина схемы, свыше половины схемы, почти вся схема, под высоким напряжением. После диодного выпрямителя у нас вообще напряжение порядка 310-320 вольт, поэтому может быть смертельно опасно. Ну, во всяком случае, получите довольно недурный удар тока. Чтобы проверить на работоспособность нашей схемы, кстати, ещё один немаловажный момент. Полевые транзисторы, как тестировать, во-первых, схему. Для начала к трансформаторам ничего не нужно подключать. Просто, если вы подключили схему через последовательную лампочку в сеть 220 вольт и наблюдаете, что лампа нить накаливания чуток загорается, то это уже говорит о проблеме, поскольку ток потребления выше нормы. Если же лампочка не светит, то всё нормально. Дальше, после подключения, скажем, не на несколько секунд, вынимайте вилку из розетки и трогайте транзисторы. При этом транзисторы стоит трогать по одному, поскольку на конденсаторах может остаться остаточное напряжение и тоже будет небольшой удар тока. Транзисторы при этом не должны быть горячими. То есть, они абсолютно ледяные, если к выходу трансформатора не была подключена никакая нагрузка. Сейчас наша схема подключена в сеть. Ну, конечно же, я всё это дело заранее потестировал. Давайте возьмём лампочку на 40 ватт, 40-60 ватт, опять же 220 вольт. И подключим к двум крайним выводам нашего трансформатора. Средняя точка при этом у нас остаётся свободной. При этом лампочка должна как-то засвечиваться. Выходное напряжение мы рассчитали под двухполярное где-то 40 вольт. Вот у нас убираем свет. Лампочка светит. Всё в норме. Что нужно делать, чтобы проверить, насколько хороший получился агрегат? Для начала выключаем схему из сети 220 вольт. Плату поставим так, чтобы было удобнее работать. Я вот трогаю трансформатор и совсем-совсем незначительный перегрев. Есть трансформатор, но чувствуется, что температура трансформатора выше, чем температура человеческого тела. Но это в пределах нормы. Незначительный перегрев остаётся. Такой перегрев у вас, скорее всего, будет и с резистором, снаббери даже, с резистором, который отвечает за питание микросхемы. И, конечно же, транзисторы тоже будут чуток перегреваться. Всё это в пределах нормы. Я собрал вот такой двухполярный выпрямитель. При этом использовал ультрабыстрые диоды типа УФ5408. Довольно хорошие диоды, 3-х амперные, если не ошибаюсь. И применил ёмкости электролитического типа на 25 В, 1000 мкФ. Поскольку у них, конечно же, есть запас, можно до 30 В свободно заряжать. При этом ничего с ними страшного не будет, не взорвутся и не выйдут из строя. Подключены конденсаторы по средней точке. Типичная схема двухполярного выпрямителя. Место стыковки средняя точка, то есть с выпрямителя. Это у нас идёт красный провод. Подключаем к средней точке с трансформатора. Таким вот простым образом. Дальше у нас есть два свободных вывода остались с трансформатора. Точнее, у нас и в выпрямителе есть провода. Просто без разницы, как подключать, поскольку на схему подаётся переменное напряжение, нужно просто подключить диодный мост. Кстати, в выпрямителе собран полноценный диодный мост. Но при этом использовать любые диоды, конечно же, нельзя. Только нужно использовать диоды импульсного, быстрого или ультрабыстрого. Можно и диоды шотки с компьютерных блоков питания использовать. Но мы применили именно массовой выпрямитель. Он мне наибольшее нравится. С ним трансформатор и вся схема греется чуток поменьше. Это, конечно же, из моей практики. Всё. Вот у нас подключён выпрямитель с фильтром. Насчёт ёмкости конденсаторов. Как я уже сказал, собираюсь я этим блоком питать две усилители по схеме оплеуха. И мне достаточно получить из схемы 30 Вт. Поэтому напряжение питания выбрал я 20 В. Ну, чуток побольше будет, конечно же, после конденсаторов. Но всё в пределах нормы. Дальше. На схеме усилителя уже у нас имеются некоторые ёмкости для сглаживания сетевых фонов, пульсаций и помех. Поэтому в выпрямителе после диодов я не стал ставить там довольно высокие ёмкости. И, во-вторых, это импульсная схема и нет нужды использовать довольно ёмких конденсаторов. Всего 2000 мкФ в плече плюс конденсаторы, которые на плате усилителя вполне достаточно для наилучшей фильтрации и подавления шумов. Импульсные схемы, как мы знаем, не очень уж и шумные, в отличие от сетевых трансформаторов. Поэтому сетевого фона в этих схемах практически нет. Так, давайте опять же вернём в нашу студию мультиметр. При этом сейчас уже он будет находиться лишним измерения постоянного тока до 200 В. Опять включаем нашу схему в сеть 220 В. Но перед каждым включением в сеть нам нужно проверить монтаж, поскольку, может, какой-то провод замкнул, чтобы избежать от шумовых эффектов. Дальше нам нужно проверить, насколько точный у нас получился трансформатор, насколько напряжение ровное в обеих плечах и какое же всё-таки напряжение на выходе. Для начала давайте проверим напряжение между крайними выводами, что должно быть в пределах 50 В, так и есть 52 В. Дальше одно плечо со средней точкой 25,1 В, второе плечо почти 25 В, 24,6 В, но это не критично. Тут тоже 24,6 В, 24,7 В. Абсолютно одинаковое всё. Полностью даже в милливольтах соответствует. Это говорит о том, что мы намотали всё верно, всё правильно работает, как и положено. При этом я проверял уже до этой съёмки. Транзисторы микросхемы у нас не перегреваются. Хотя был вынужден чуть-чуть поиграть со схемой, заменить всего лишь один компонент, не такой уж и важный, но всё-таки работа схемы изменилась от такой замены. Убираем всё это дело в сторону. Дальше вам всего лишь нужно, скажем, подключить лампочку на 60 Вт и проверить просадку напряжения, что будет в пределах нормы, думаю. Наш расчёт трансформатора доказал, что, конечно, стоит пользоваться программами для расчёта, для наиточного расчёта параметров, выходных параметров импульсных блоков питания и преобразователей в целом. Всё соответствует норме, как и мы планировали. Не хочется, конечно, заканчивать эту серию видеороликов, но, увы, по-моему, всем понятно. Остаётся всего лишь… Давайте выключим схему из сети на всякий случай. Остаётся всего лишь исключить лампу из нашей схемы, то есть, напрямую сетевые провода подключить в сеть 220 Вольт. Если схема выдержала тест на лампе, всё нормально, значит, без проблем можете подключить в сеть. Ну, конечно, насчёт дополнительных защит я очень советую использовать. Вот у меня транзисторы абсолютно ледяные после работы. Вот взамен чуть-чуть перегрелся, довольно сильно перегрелся. Резистор на 2 Вт, я его заменил, у меня стоял 4-х ваттный. Резистор заменил на 2 Вт просто для проверки. Скорее всего, впаяю там опять 4-х ваттный. Резистор снаббера тоже довольно горячий. Конденсаторы абсолютно ледяные, термистер ледяной. Дроссели, хотя у меня маленькие, тоже всё в пределах нормы. Ещё советую проверить на тепловыделение. Вот плёночный конденсатор, который идёт последовательно в первичной обмотке. Трансформатор, он тоже может перегреваться время от времени. Поэтому иногда ставят два параллельных конденсатора. Кстати, напряжение советую именно брать на 400 Вт при ёмкости в один микрофарад. Дальше. Собственно, дальше нечего рассказывать. И, наконец, очень советую конденсаторы, вот эти электролитические банки, зашунтовать резисторами от 100 до 560 кОм. Это нужно для быстрого разряда схемы после выключения питания. После того, как вы снимаете вилку из розетки. На этом, думаю, всё. По любым вопросам пишите на форум сайта Паяльник. Есть форум по импульсным источникам питания. Там вам ответят умные люди. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на канал и посещайте наш сайт. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok